Практически все жители Чуваши, отдыхавшие в Египте, благополучно вернулись на родину. Их багаж доставляется отдельно, это уже заботы почты России. Турагентство ищут замену популярному и недорогому направлению. Станислав и Екатерина Долговы вернулись из Египта 7 ноября. Их багаж спустя 5 дней. Приятная неожиданность. Судя по суете, царившей в аэропорту в момент отлета, свой чемодан раньше, чем через месяц, они не ждали. Для чувашских почтальонов это первые посылки из Египта, пока вернулись сумки Долговых и еще одного туриста из Новочебоксарска. При поступлении багажа из Египта в сортировочный центр нашего филиала мы звоним получателю и уточняем у него удобный ему способ вручения. Наши курьеры доставляют багаж непосредственно на дом, причем это совершенно бесплатно. Сложнее ситуация у тех, кто к моменту выхода указа о запрете полетов в Египет был на полпути. Большинство турфирм спешно начали переоформлять путевки, резервировать средства. По словам сотрудников, клиенты в большинстве своем отнеслись к ситуации с пониманием. Многим туристам понравились предложенные варианты в Турции. До 20 ноября всех переоформили. Туристы согласились ехать, они не хотят уложить свой отпуск. В данном случае без доплаты это Турция, Анталия. Там температура плюс 22 градуса воды, окружающая 25. Кстати, я сам недавно, несколько дней назад приехал. Это вполне, и лето, кстати сказать, было теплое, и осень теплая, соответствует нашим туристам. Валерий Иванович, как опытный сотрудник туриндустрии, считает, египетское направление, хоть и было востребованным, заменить не очень сложно. Собственно, агентства этим и занялись. Ищут интересные предложения в других странах. Сейчас основные направления, это у нас получается, ну как бы более-менее ничего так. Это Вьетнам, Таиланд, то есть это азиатское направление, это, возможно, еще дальше. Это у нас южное направление, Доминикана, Куба, Гавайи и так далее. Но, опять же-таки, вопрос в цене. Это туры с большей стоимостью. Кстати, 4 года назад аналогичная ситуация уже возникала. Во время беспорядков в Каире отправлять туристов в Египет тоже не рекомендовалось. Понятно, что и для любителей погреться на солнышке в разгар зимы, и для туроператоров это создает определенные сложности. Но ведь речь идет не о коммерческой выгоде и не об удобстве, а о безопасности людей. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика.